Господи, слава Тебя! Ощи, святая Господи, упомай, и дайши тыщи, во благо в имени Ей, отверзайши ты щедро, то есть погреш всякое животное благоволение. Слава Свою Сыну, Святому Духу, и ныне пресно и во Вителю Бога. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! И от святейского мысленно молитвы дары, посылаемые твои щедрые десницы. Хвала Тебя за все веки веков. Аминь. 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 Спрашивает, что говорит. Мы только что пришли из храма, в воскресный день сегодня. Видите, я все время настаиваю, чтобы две проповеди было. Они сами что-то делали, чтобы одна была. А со одной я обязательно выберу проповедь. Тема. Я только пришел домой, сейчас уже ко мне пришел человек и заказывает тему на сегодня, на занятия. Кто я? И для чего я? Пожалуйста. А так в храме можешь готовить. Да. Как ты еще говорится, что готовить. Проповедь. Кто я? Понимаешь, говори? Как орелокая птица на кровле. Головой туда-сюда. Начинайте работать. Вчера мы разобрали кое-что. Сегодня стоит в нормальной одежде. Ничего не говорить. Говорить на двое. Примут, не примут. А не говорить вообще ничего нет. Ничего, человек не знает. Вчера один стоит, всю службу вот так вот стоит. Я говорю, так морские пехотинцы стоят. Потому что корабль качает. Я смотрю, где написано у нас в устав. И там написано. Ноги держать вместе. Все. Вообще такая, понимаете, какая-то мелочь сейчас у вас. Он не сказал. Какие-то ноги вместе. Какая разница? Главное, душа, сердце. А это от души сердце-то идет. Считаю, это одна из самых демократических стран Америка. А вы посмотрите, какой там порядок в определенных местах. У нас не скажешь. Вот стоит в церкви вот так вот. Ноги вот так. Это сколько градусов? 90. 90. 90. Половина этого, это вот. И у них это указано. В заключение находится. Вот ты стоишь здесь. Ты как раз надзирательница. Раз, два, три. Вот в этом расстоянии я только должен стоять. Ноги должны быть. 45 градусов. Мэм, я хотел сказать. Слушаю. Женский лагерь. Какая дисциплина. А она ничего не может больше сказать. Мэм, а мне письма давно не приходят. Разберемся. Мэм, простите. Все. Ближе трех метров не быть. Она будет арестована и наказана. Это глупости. А это помогает содержать ни один, ни два человека в норме. В армии нас учили как? В армии служил? На флоте. А? На корабле служил. Служил на корабле. Глупее матросов-то никого нет. Это бабники первые. На берег заходят, говорят, и никого не узнают. А если на корабле работал один, он приехал. А деньги надевать некуда. Он нанимает две машины. В одной едет сам, а в другой на сиденье лежит без козырка. И он едет. Портянки, значит, как портянки, каждые два метра и самый дорогой парчи. Волоком они идут. Я все плевал. А дальше и горбатисы еще нигде нет. Ох и глупый народ. Почему? А ему не поговорить еще одни волны медузы. Вот Федор Колехов ездит там с вещей, кем его сделали. Кругосветное путешествие. Нужно ему это или нет? Кому он там проповедует? Я говорю о том, что конкретно касается каждого человека. Дисциплина нужна. А дисциплина – это порядок. В армии служил, честь отдать. Головной убор должен быть надет. Головной убор. Если его нету, честь не отдается рукой. Просто голову наклонил. А если честь отдает, должна быть ладонь вытянутая. Бровь повернуть. Где бровь твоя? Рука на вылете. А не как Брежнев стоял всегда. Но так нету. Вот в Америке пришли, а у них-то не слушается. А ради специальной тюрьмы для тех, кто не слушается. Его не судят. А берут на месяц. И советский приехал. А как он не слушается? Там наркотики. Как тюрьма? Но неприговоренный. Вот я решил с ним поговорить. Тебя как звать? Сэр! Джон! Понятно. А почему ты здесь оказался? Потому что сэр был бес. Родитель не слушался. Балбес. Он все знает это. Щелкнул карлуками. Вот как вымуштровали. Америка, передовая страна. Мы еще не знаем про нее. Какие порядки, какие строгости. Я в Америке ездил от океана до океана. Сколько проездил. Помощь собирали. И ни разу не видел нигде ни одной собаки без привязи. Одна же в синодии была. В окно смотрю. Женщина идет. Она на поводке. Пять собак. Собаки небольшие. Пять. И все они вон как Сергей Павлович идет. А там афишка. Собака. Собака. Больше еще нету. А рядом совок и человек с совком. И написано сто долларов. То есть если она правилась. А у тебя с собой нет целлофана совка. У каждого с собой сумочка. Положила в целлофан. Вынесла куда положила. Порядок. А у нас в песочнице ребенок не может сходить. Там уже десятки собак оправились. Порядок. И не надо оговариваться. Прихожу в храм. Кленовые ветки лежат. Кто-то дошел. А я уже знаю кто. Сейчас захожу. Опять кленовые ветки. Надо вперед меня пришло. Я же не захожу. Уже знаю. Почему? А привыкли мы так делать. И этого не надо делать. Никто не запрещает взять ветки. Ну а дальше положи. Войди в комнату. Не надо заносить. Но я случайно забыл. Это слова. Мы смотрим на то, что есть. Кто я и для чего. Тема готова. Будешь говорить? Я? Да. Говори. А кто я? А почему я должен говорить? Я свою жизнь уже устроил. А вы только начинаете устроять. Радостное известие. Дорогой наш. Доехал. 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 Благополучно. И пока он ехал. Ему там насчислили заработок. На карту. И он десятину уже скинул на меня. На дело Божие. Ну у нас куда? Вот. У меня же еще нету. Понятно? Все у него благополучно. Он доехал. Мы молились. И теперь слава Своим Богу. У меня предложение. До обеда. Сейчас. Сейчас занятие. Сейчас пообедаем. Мы свободны. Попросим дядю Вову. Кто взрослый. Желает на лодке покататься. Воскресная. Дальше сидите и рисуйте. Просьба не спать. Не спать. С завтрашнего дня подъем в шесть. Сейчас один скидываем. День начал убавляться. Я говорю вам только о детях. А взрослых 4,40. Как всегда. Так. Слышали? Да. Еще дальше будут которые. Будут подниматься в 6,30. Мы за солнцем идем. Тут все обдумано. Вопросы? Игорь Тигранович. А десятину, вы же говорите так, священнику уже надо отдавать. А почему он на вас кинул? Я мог не говорить. Для того, чтобы вытащить тебя оттуда. А тебя когда была десятина-то? Ты себя-то не прокормишь. Я показываю где. Он там живет. Священнику подходил, он не берет. Я говорю, а на дело Божие. Потому что я нигде ни к одной копейке не взял себе. Я чем-то от вас отличаюсь. Я в Америке был, а тут мое выступление. Там сидят китайцы, корейцы, переводчики. Там им переводят мое выступление. Будущая русская эмиграция во свете Библии. Сразу же один подошел из Канады. Я вам хочу чек выписать. Он сразу выписывает мне шесть тысяч долларов. Шесть тысяч долларов. А доллар, это один доллар. Это сто центов, сто копеек как бы. Ни один цент ко мне не пристал. Я их огорчал ужасно как. Они для меня подписывали только для вас. Ко мне все равно не попало. Так в рваных носках и зачинем. Так и приехал. Я всегда говорю, господи, ты не ошибся, кого избрал. У меня вот кубометр сейчас комната наполнена долларами. И не так же экономно буду. И такой же хлеб будет. Те же самые сухари у меня в мешочке. Для меня нет. Понятия деньгов у меня вообще никакого нет. Но я тщательно высчитываю, где сегодня важнее. Человек нашел, это важнее сделать. Я лишь передаточное звено. А священник, я в некотором смысле являемся. Павел говорит, священнодействие проповеди. Так и называется. Священнодействие. Священнодействие в алтаре и священнодействие проповеди. А Бог разберет, что выше. Только в окрестности. Потеряемки мы раздали 30 тысяч евангелий. А я платил за что-то. И Бог всегда дает. Ответ? Услышал. Услышал? Так. Я специально мог бы не говорить, никто бы не знал. Это в личку мне идут. А я никогда не скрываю. Почему? А мне открыто это. А зачем я буду скрывать? Я толкаю его, а священник не берет. Он не берет куда-то. А я тогда вам буду высылать. Это ваше дело. Через меня только найдет куда. На столе у нас сегодня уже окажется. Потому что покупают молоко и остальное. Я очень вас прошу, позаботьтесь о себе. Насколько шатко все внезапно. Вот это просто умер Андрей Брежнев. Он у меня из ума не выходит. Я сейчас залез в интернете, покупался, где он был. Человек совсем неверующий. И все это навсегда. Ты имел здесь тысячи жен. Какая разница? Душа не спасена. И там в аду. Прохладить язык даже нечем. Нет. А Лазарь утешается на лоне Авраамову. А Лазарь претерпел. Терпеть, как Серафим Саровский говорит, такую коротенькую жизнь стоило. Вот вся комната наполнена была червями. И все до одного тебя грызли во всех направлениях. Ну, короткое время. Лет сто. И тогда стоило претерпеть ради будущего. Мне спрашивает сегодня, да, сестра. Вот дети наши не делают больших грехов. Ну, ладно ли они? Где эта уверенность, что они дойдут до Старствия Божьего? Все ли на эту тему? Готовьте. Мне только что сказали. Я вам передал. Поднимите руку, скажу. У меня вот то-то есть сказать. А то у тебя опыт есть как. Я смотрю на ваших детей, и у меня всегда скорбь. Почему? Радость и вряд ли на скорбь. Господи, сохрани. Господи, защити, помилуй. Сегодня только помолился ночью. Там коротко молитву лег. А кто-то ко мне может ночью быть. Не стал разговаривать. Скорее лез в полуруки. Я знаю, что это Ангел будет. Какая-то опасность. А потом спрашивает. А что было? Я не знаю. Вот это я проснулся, и последний удар слышал очень хорошо. В двери или не в двери. В окно или не в окно. Ясновка лежит рядом. Сразу на молитве. И на душе легко. Довериться Богу. Начинаю когда разговаривать о молитве. Ты о молитве сегодня слышал, что я рассказал. Какая бывает молитва? Я сильно испугался. Я не ими говорю. Почему? Потому что подозрение есть, что я хотел отравить. Поэтому волновался. Я сильно испугался. И некогда было молиться. Я сразу сказал. Господи. Наступил момент. Итак, царь. Вот что. Ну научитесь молиться. Священник много там говорит в алтаре. И много ли мы понимаем от этого. Богу славу. Дай понимать все это. Бог поднялся, если ты не вводишь. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Дети, есть молоко, простокваша и чай. Кто будет есть молоко, простоквашу не будет есть плов. Кто будет чай, тот будет есть плов. Ну тогда, что на первое у нас? Суп. Суп на второе. Каша гречневая. С удоватым и свяком. На третье там пряники разложили. На второе каша гречневая. На четвертое будет ягода с молоком. Ягода с молоком. Начала с молоком. Решено сланое. Продолжение следует...